Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и это The Bandering Village. Наша деревня, которая все путешествует и путешествует на спине. Омбу. Наш Омбу то ли динозавр, то ли дракон, то ли и то, и другое. Это, в общем-то, существо, которое осталось, похоже, единственное в своем роде. Ну и мы, единственное в своем роде, пытаемся выжить в этих суровых-суровых условиях. Итак, мы с вами в прошлой серии решили свернуть опять в пустыню. Я надеюсь, что я об этом не пожалею. У нас сделалось трое разведчиков, и, в принципе, все прошло серию. Мы с вами тем и занимались, что разведывали. Разведываемые для чего? Для того, чтобы построить все здания, какие есть на Омбу. В принципе, мы посмотрели уже все, что можно было. Мы выживали во всех местах, в каких можно. Где-то успешно, где-то не очень, но, тем не менее, у нас 157 дней пути. И у нас 126 человек, и более-менее все, как видите, сыты, еда есть, мука есть, вода. Несмотря на то, что мы с вами в пустыне тоже есть, пока что у нас не было никаких экстремальных условий. Поэтому давайте-ка смотреть на дорогу, предстоящую нам, ждать разведчиков, которые вернутся, чтобы отправить их, например, за водой, например, сюда. И что нам больше всего нужно, почему мы решили идти в песок, а нам нужен именно тот самый песок для того, чтобы делать стекло. 29 песка принесли наши разведчики. Ай-яй-яй-яй-яй, давай отправим сюда. Что у нас тут? Обжигающий участок раскаленного песка повышает температуру и причиняет вред Омбу. Омбу, а как долго мы тут будем шагать? Дружочек, покажи, где он? Да, вон он. У него стало здоровье портиться. Но если что, я думаю, что мы его... М-м-м... Да слушаю, а так, зной. А нас этот зной касается? А ну-ка, дай-ка глянем на поля. Да, друзья, да, это зной. Омба, беги. Наш Омба бежит. А что делать? Пускай бежит. Разведчики вернулись со знаниями. Наш Омба бежит, чтобы поскорее перейти этот участок зноя. Я понимаю, что он при этом наверняка устанет сильно. Это он так бежит у нас. Господи. Беги, дружочек, беги, беги. Всем от этого будет только лучше и легче. Беги. Мы уже убежали с этого участка зноя? Нет. Нет, нет, нет. Не убежали. Так, разведчиков сюда отправим, которые пришли. По-моему, он уже не бежит. Ладно, давай, просто иди, иди пешком. Мне его жалко. Мне кажется, он сейчас... Ну, хотя что, что бежит, что идет. Это ужасно. Все, Омба, все, все, все. Ты устал. Давай, давай, иди. Иди. Мы практически... Э-э-э, да, устали, устали. Пришли разведчики. Сейчас песочек пройдет. Подожди, давай мы тебя... Бедный зверь, бедный зверь, вернемся скорее сюда. Дай-ка я даже паузу. Ну, почти прошли, почти прошли. Хорошо, пришли наши разведчики, куда мы их сюда посылали. Давай мы их пошлем сюда. Э-э, начались страшные вещи. Смотри, здесь песка не было. Здесь еще участок зноя, но зато здесь у нас есть... Я так думаю, что мы попросим нашего Омба сюда лечь отдохнуть. И пока он отдыхает, мы соберем все, что только нам нужно собрать. Вот. А заодно, давай-ка мы его, наверное, покормим. Он бежал, он устал. Давай. Мы его покормим. Вот. И потом попросим лечь спать. Здоровье у него испортилось. Но я думаю, что если он сейчас у нас тут поспит, то все будет нормально. Давай-ка подготовимся. Это у нас вот эта, да, башенька? Фух, да. Ой, ушли. Ушли из этой жаркой... Из этой противени, где Омба наш ножки, он поджег там свои ножки. Бедный, бедный наш дракончик. Так, пришли разведчики с трудой. Подожди, зверюшка. Так, за водой отправили. Это вот и был этот горячий песок. Мы прошли мимо камней. Давай отправим сюда. Сюда надо будет за водой тоже отправить. Ну, в общем, есть чем заняться. Так, поэтому давай-ка, давай-ка. Сейчас, как только здесь появится значочек, мы... Мы спяжем отдохнуть. Потому что мы бежали, мы устали. Вот. Отдохнем, потом полечимся. Посмотрим, как он после этого отдыха. Так, может, ты сам ляжешь спать тут, нет? Ну, это вот уже как бы и место... Да, уже место хорошее. Давай ты поспишь, нет? Ты так сам не хочешь спать? Ну-ка, посмотрим. Да, он и без нашего понукания уляжется тут отдыхать. Я так бежал, я так бежал. Народ, держись! Все в порядке. Мне кажется, что-то вот нельзя ему при его комплекции много и долго бегать. Ну, да ладно. Хорошо. Омба спит. Мы изучили инъектор. Давай-ка перейдем опять к исследованиям и посмотрим, что у нас тут еще есть. Здесь мы все исследовали. Просто еще раз иногда смотрю. Итак, у нас остался инъектор. В принципе, нам знания больше не нужны. Сколько будет исследований, длится 8 дней, 8 часов. Так что, я думаю, нормально. Так, пришли разведчики с водой. Давай-ка мы этих разведчиков с водой отправим еще куда-нибудь. Например, опять же за водой. Вот. Не знаю, стоит ли отправлять сюда. Нужны ли нам люди. Они могут и люди отсюда, они могут и отсюда людей привезти. Я, наверное, с людьми пока обожду. У нас пока все нормально. И постараемся. 126 человек так и обойтись. Он бы будет здесь спать довольно быстро. Вот. Поэтому нам надо это время использовать для того, чтобы собрать грибы. посмотреть, как у нас что растет. Слушай, у нас только кукурузы. У нас заканчивается свекла. Может быть, нам одну из... Так, мы здесь делаем амалыгу, мы здесь делаем мюсли. Свекольник. Помидор. Еще раз мюсли. Может быть, мы в смысле перейдем на все-таки еще раз кукурузу. Давай попробуем. Вот. Не, она хорошо, конечно, что накапливается, но... Давай-ка нам амалыгу. Давай посмотрим, что с нашими помидорами. Помидоры растут, кстати, свеклу бы. Убрать бы здесь бы. Как видите, нифига не. У них нету тут. Да нет, вода есть. О, проснулась зверюга, проснулась. Надо сейчас его будет подлечить. Видите, все-таки он не совсем вылечился. Так, гриб не вырос, а вот этот вырос. Собираем. Не забираю. Забираем камушки кое-какие. Четыре, ладно. Фух. Ну что ж. Нам осталось всего лишь одно здание. И, как я и говорю, наша цель – это построить все. Посмотреть, как оно там, для чего оно там, и где оно там. Главное – строится. Омба идет и виляет хвостом. И виляет хвостом. Давайте-ка мы его подлечим. Это склянки-банки. Восстановить здоровье. 40 травы. Немало. Немало-немало. Это вам ни капельки в нос. Это довольно серьезное занятие лечения омбу. Она запиляет хвостом. Да, он правда виляет хвостом. Не знаю, что ему нравится. Может быть, он просто отдохнул. Ему хорошо. Свежий воздух. Да, свежий воздух у нас заканчивается. Так, мы полетели его лечить. Вон наш шарик. Наверняка какая-то там пилюля. Может быть, тоже какое-нибудь распыление. Кто понимает. Что постоянно тут свежий воздух? И здесь свежий? Не, ну мы прошли же уже. Так, 99. Все. Здоровье у него прекрасное, отличное. Нам пора заняться нашими разведчиками, которые пришли и принесли нам камешек. Давай отправим их сюда. Да. Нет, деревню, да. Мы ее прошли. И я, в принципе, и не хотела туда отправлять. Не нужны нам люди сейчас. Нам это лишние проблемы. До тех камешков очень далеко идти. Не особо хочется. Слушайте, там у нас перекресток. И я уже вижу, что здесь жара. Там жара. Сейчас у нас все пропадет на полях. Ну, будем надеяться, что мы как-то выдержим. У нас, в принципе, запас еды есть. О, мамалыга пошла расти. А пшеница-то у нас заканчивается. Но есть мука. Есть мука, пшеница как-то вот она. Плохо растет, да. Ей нужна вода. Что это такое? Ты говоришь, что тебе есть нечего? Да ладно. Как-то нечего есть. Ну-ка посмотрим. А, разнообразная. Ну, да. Когда такое количество людей, они хотят разнообразия. Какого? Раз, два, три, четыре, пять. У нас пять видов еды. Все из возможных, в общем-то, виды еды. Но они хотят черного пудинга. Обойдетесь. Я не собираюсь мучить нашего дракона, чтобы делать черный пудинг. Черный пудинг – это такая еда, которая делается из крови нашего омбу. Вот. Такие вот, такой у нас народ, говорит. Все. Хотим теперь крови. Давай пошлем сюда за камнем. Вот, тут еще два знания. Ну, не знаю, нужны ли нам знания. Посмотрим, будем мимо идти. Может быть, и попробуем что-нибудь узнать нового. Так, еще одни пришли. Они принесли хлеба. Вот, отсюда они принесли хлеб. Хлеб у нас тоже есть. Посмотрим, опять же. Так, вода. Куда, куда, куда тебя послать? Где песок? Почему я не вижу песка? Это, черт возьми, пустыня. Мы сюда пошли исключительно из-за того, чтобы набрать песка, чтобы наши стекольщики делали стекло. Ну, нет. Так, вот здесь у нас шахта. Давай еще в шахту отправим разведчиков. Так, еще одни пришли. И давай их отправим туда за дальними камнями. Потому что, в принципе, здесь, в округе, нам делать нечего. Воду принесли, да? Ну, все отлично. Так, ребятки. Вода есть. Да, воды, в принципе, у нас и в резервуарах есть. Достаточно, достаточно. Вот, у нас не хватает. Ума, смотри-ка, мельницу мы поставили. Ну, я понимаю, почему сейчас мельницам не хватает. Потому что... Так, чего ты говоришь, что это? Нет места для посадки. Что хочешь куда-то еще что-то сажать? Да ладно. Жди, пока вырастет. Дай бог все собрать, как говорится, посадки ему. Вот. Потому что одна только ферма у нас под пшеницу. Соответственно, на каждую ферму идет своя мельница и своя пекарня. Таким образом они справляются. Сейчас нет. Тем более, как говорится, вот урожай еще только-только-только-только растет. Ну, и вот к вопросу о том, насколько они убирают старую растительность. Бегание не убирают. Вот, как я и говорю, если только и убирают, это происходит очень-очень долго. Так, этим некуда складывать. Нету места для посадки. Хорошо. Пускай лучше так. Пускай лучше так. Вот у них лежит трава, ее некуда складировать. Чем потом нам будет не хватать. У нас уже 669 травы. У нас всего много. Слава богу. Пока что все, в общем-то, в порядке. Помидорчики растут. Плохенько, но растут. Вот, и, собственно говоря, у нас компост есть. Может быть, мы сюда еще добавим компоста. Подумайте, может, тогда помидор будет сильнее расти. Давай попробуем. Ну, потащили, потащили помидоры. Пускай хоть какое-то разнообразие. Их немного, их довольно быстро съедают. Вот, они не успевают у нас накопиться, жареные помидоры. Так, это мы тоже собираем. Итак, где мы находимся? На каком свете? И главное, куда мы дальше пойдем? Тут, конечно, выбор пути немаловажен. Мне по-прежнему нужен песок. По-прежнему этого очень мало. Нам надо огромное количество песок. Вот здесь люди ходят. Но мы их не застали, если бы мы сюда свернули, мы бы с ними встретились. А так мы сейчас встретимся с этой обжигающей жарой, аномальной жарой. Ну что, каков будет наш выбор? Сворачивать сюда, опять в холодный регион, либо продолжать идти по пустыне. Там у нас есть место отдыха. Мы там можем поспать хорошо. Так, там я вижу оазис с водой, да. Здесь у нас есть песок. Много науки. Ну, опять же, мы вроде как... Если я не ошибаюсь, давай еще раз проверю. Да, эти четыре очка сейчас и зарасходуются, у нас еще что-то останется. Может быть, я сбегу, как говорится, и отхвачу этих знаний, если у нас будут лишние разведчики. Потому что игра у нас, друзья, находится в раннем доступе. А это значит, что у нас еще будут к ней дополнения, расширения и так далее и тому подобное. И если я оставлю нашего Омба и нашу деревню, то будет не лишним, наверное, и несколько запасных знаний. А вдруг нам что-то добавят, а у нас раз уже и... А мы уже все знаем. А мы уже все умеем. Так, печка не работает, потому что нету руды. А вот стеклодувня должна работать, да. 7 песка на одно стекло, как я и говорила. Так что ждем-с, ждем-с событий. Следим за едой. Все нормально с едой. Вода уменьшается. Потому что наши кактусы тут как-то так не очень. Ну, а вот и пшеница пошел сбор. И не нужно им полей для посадки. Кукурузу собирают, кукурузу делают. Ну, в принципе, все с едой, да. Так, что, где, чего принесли камни разведчики, да? Пришли разведчики. Разведчиков... Давай сюда, наверное. Отправим. Вот. Потому что я так думаю, что мы все-таки пойдем туда, вот вперед. Есть один песок. Этого мало. Здесь мы уже не найдем никакого песка. Итак, жара. Возьми. Черт, побери. Только у нас пошла расти кукуруза. Только пшеница появилась. Сейчас все высохнет. Если они не успеют это собрать, высохнет все. Так, стоп. Травка пропадет. Это. Ну, может, и не так страшно. Ну, и сколько полей. Все лежит на полях. Складывать некуда. Гриб заберем. Может быть, мне все-таки построить еще одну. Ну, эти маленькие склады, вот я про хранилища говорю, они складируют сколько? 30, да? 30 растений. Не буду я отделать, потому что мне жалко. Хотя древесина. Древесина у нас полно. Древесина у нас очень много. Давай попробуем, построим. Нет, только не здесь. А где-то так, чтобы... Часпик уже где-то построишь. Вот здесь, например. Вот. Хранилище сырья. Можно здесь, конечно, построить хранилище сырья. Прям вот. Не знаю. О, началось. Началась жара. Ну вот, все сейчас. Испепелиться. Трава высохнет. Так сразу, конечно, это не случается. Но через какое-то время мы увидим тут одни сухие штучки. И эта жара у нас будет длиться 3 дня. На мой взгляд, это слишком долго. Ну, 2 дня и 22 часа. Это может повлиять на посевы, пишут нам. Если на это повлиять, сейчас все высохнет. Все пересохнет. И прежде всего, наверное, пересохнут помидоры, да? А, которые перестали зреть, зной. Им это не нравится. Компост мы сюда расходуем. Ну, ладно. Всего-то 4 помидорина. Ах, как все плохо. Кто-то пришел? Нет, никто не пришел. Это мы построили склад, да, по-моему? Да. Так, разведчики пришли с камнем. Давайте, ребятки, таскайте травку. Вот они собирают. А мы давай-ка глянем, куда мы еще пойдем в разведку. Так далеко не хочу. Давай за песком. Вот еще построили одну. Одно хранилище. Так, куда идет этот ураган? Здесь ходят. Сейчас дойдем ближе к перекрестку. Посмотрим, есть ли у нас там действительно дальше песок. И, может быть, нам этого песка уже и хватит. Хотя, дай-ка я сейчас... Так, вон, опять пришли разведчики. Так, этих мы послали за песком. Жара, зной. Пошли, наверное, за водой. Лишнее не будет. У нас всего мало. Так вот. Вернемся к деревне. И посмотрим наши постройки. Самая объемная постройка у нас это... Что мы будем строить памятник выжившим. 25 стекла надо. Предположим, 25 стекла у нас есть. Железо, плиты и так далее. Доски, соответственно, тоже. Так, теперь. Чтобы построить другие вещи, которых у нас нет. Может быть, мы и будем их сейчас строить потихоньку. Как я и говорю, не для того, чтобы мучить Омба, а для того, чтобы просто посмотреть, что это и для чего это. Смотрите, у нас есть глубокий карьер. Он ставится в определенные места. Только сюда. Хорошо. У нас есть... Еда. Так, у нас есть штуки, которые кормят Омба. Где-то ж они были-то. Вот. Насос для кормления Омба. Омба. О-о-о. Ага. Сюда мы его только можем поставить. Хорошо. Насос для кормления Омба. Как выяснили, разжижитель пищевых отходов мы можем ставить куда угодно. Так, насос требует. Так, и сейчас мы изучаем... Дай-ка я гляну. Сейчас мы изучаем инъектор для уколов. И, очевидно, он тоже ставится куда-то. Поэтому давайте-ка уже подождем, сколько там. Пять дней нам осталось ждать. И потом уже будем все строить. Единственное, что я сейчас могу, например, построить, это разжижитель. Его можно ставить куда угодно. Еще бы поставить куда угодно его поставить. Давай поставим его. В самом деле у нас не так много места. Ну, поскольку я думаю, что мы не будем им пользоваться. Так, а тут мы прихватываем его. Нет, не надо нам его прихватывать. Дай-ка тогда я по-новой распланирую тут дорожку. Музыка такая какая-то. Какой-то такой арабский вариант. Так. Давай, пошли. Теперь. А это... Как там было уничтожить? Вот так вот. Если это, конечно, мне поможет. По-моему, не поможет. Да? М-м. Кстати, лаборатория сколько? О, слушатель. Лаборатория огромная. Может, мы здесь лабораторию поставим? Так, где была эта кухня-то? Нет, нет. Кровавый колодец здесь, что ли? Нет? Здесь вот, разжижитель. Так. А, ну вот. Вот так он становится. Разжижитель. Может быть, даже так его поставить? Мы поставим так. Вот. Так. Что у нас там? Жара. Мы тут строим всякие непонятные вещи. Ну, народ доволен. Народ тащит хлеб. Народ улыбается. Где мы находимся? Омба. Скажи мне. Пришли разведчики? Нет. Так. Впереди перекресток. Он бы сомневается. И опять обжигающие пески. Слушай, друг мой, я не знаю. Там, конечно, будет тяжко у нас впереди. Но у нас впереди можно будет поспать. Поэтому мы, наверное, рискнем. Народ куда идет? Народ еще идет. И пойдем на север. Омба подчиняется команде. А эти были времена, когда он нас не слушался. О, песочек появился. Нет доступных разведчиков. Сейчас придут разведчики. Пошлем за песочком. Глядишь, нам и хватит действительно тогда на все. Я водичку принесу. Здесь еще есть водичка. Омба, я тебе обещаю. Это последний участок пустыни, к которому мы идем. Но на самом деле мне не хотелось вот здесь вот еще в эту жару окунаться. Потому что это еще три дня жары. У нас тогда вообще все высохнет. И мы останемся без продуктов. Так, площадка раскопок. Похоже, вместо так. Ага. Полно окаменелых костей гиганта. То есть тут омбы погибли. Идеально подходит для сбора некоторых редких ресурсов. Нам следует быть осторожным. Мертвые омбы часто лежат там, где много ядовитых спор. Не страшно. Я так подозреваю, что сейчас наши заболеют. Но мы их вылечим. Да, отравились. 15 каменных плит. Круто, круто. Вот. Наши отравились. И мы сейчас подождем, чтобы их вылечили. Сейчас, если мы вернемся в нашу деревню. Вот. Вот наши доктора пришли прям на дом, на дом. На дом. С силой мысли они лечат наших разведчиков. Все, все готово. Все хорошо. Все целые, все довольные. Все идут за песком. У нас еще два дня будет жарище. Мы идем прямо. Попросим омбы там поспать. Вот. И смотрим, что у нас. У нас всего две водички. Это значит, что это не очень хорошо. Кактусы, конечно, дают нам воду. Ну, вот тут из-за жары экстремальная пшеница не растет. Поэтому запас муки очень-очень даже пригодится. По-моему, растет в жаре только кукуруза, да, если я не ошибаюсь? Да, в зной она еще, как говорится, худо-бедно растет. Помидоры, я думаю, уже там все. Уже у нас вяленые помидоры, да. Компост у них тут полно, но они не будут расти. У них зной. Им плохо. Воды нет. Ты, наверное, знаешь, что с компостом тоже надо здесь заканчивать. Так, а куда это мы тащим? А, да, у нас же тут большая стройка. У нас же тут большая стройка. Ягодки-то собрали бы, наверное, нет? Правильно. Вот, а заодно и дорожку надо тут тоже прибрать. Вся, знаешь, что? Давай-ка, нет. Давай-ка это разбери. И это разбери. Это не надо разбирать. Я передумала. Ну, а что у нас тут? Дорога будет идти не так, как надо. Давай мы сделаем так. И вот так, да. Ах, я каменную сюда поставила дорогу. Блин. Снос, снос, да, снос, снос. О, я не туда ткнула. Тут каменная дорожка. Ну, ладно. Разберем. Плита будет здесь. Так, давай посмотрим, требует ли это. Ух ты, какая установка-то. Это что такое? А, сюда нужен человек. Не-не-не, пока не надо никакого. Она делает еда из омбу, делает жидкую еду для омба. Слушай, а может быть, давай сделаем немножко. А вдруг нам понадобится жидкая еда для омбу. Люди у нас есть. Один безработный у нас есть. Вот сюда мы его и отправим. Я не поняла, как вы сделали эту дорогу. Они все правильно. Вот, все правильно. Теперь все так. Ладненько, посмотрим. О, вырос камень. Хочу поближе посмотреть, но начнется день, мы туда придем. Так, он бы хочет есть, он бы хочет... У-у-у, дружочек, дружочек. Баюшки боют. И ляжешь тут спать, я надеюсь. Хотя, честно говоря, у нас еще зной. Но зной проходит вне зависимости от места. Смотрите, о чем я говорю. Я говорю о том, что мы уже давным-давно ушли отсюда. Вот, да, тут место хорошее. А? Спать будем? Да, да, да. Наш умник знает, где поспать. Где отдохнуть. Пришли разведчики, принесли воду. Мы отправим их еще за водой. Так, те с песком. 28 песка принесли. Где еще, что у нас есть? Такое, чего стоит бы прихватить. Не знаю, не хочу, может быть, сейчас за этими знаниями бегать. У нас там еще будет часовинка. Вот у нас дюны. Отправляем разведчиков. Либо давай вот сюда. Здесь будет быстренько. 9 часов они успеют сюда-сюда, а потом и туда подальше. Так, что вот такая вот логистика. Так. У нас зной. У нас ничего не растет. Ой, последний. Давайте, ребятки, последний участок. Тем не менее, смотрите, солнце пришло. Давай посмотрим, что делает наша... Штука. А, и смотрите, бочка с изображением нашего Омбу. Она делает жидкую еду. Забавное, конечно, здание. Она уже работает. Нет, еще человека тут нет. Как будет выглядеть, интересно, работник? Скажите мне, где он? Нет, он выглядит просто как фермер. И он несет, что... Воду? Секунду. Тут требуется еще вода. Нет, вроде как не требуется. А что он нес? А нет, это вот. Я спутала. Вот он, наш работник. Сейчас он будет тут наверняка закружиться. Завертится колесики. Нет? Завертится? Нет, колесики не вертятся. Нету этой анимации. Он еще фрикадельку сюда тащит. Из нее мы тоже сделаем жидкую пищу для Омба. Много не будет. Ой, гриб. Все. И шайс. Гриб превратился в труху на этой тажаре. Не знаю, что там. Как там? Что за пирожку мы делаем для нашего динозавра? Я не думаю, что ему это особенно нужно. По-моему, фрикадельки ему... Так, так, так. Наши огнеметчики точат в борщ. Как мы и говорили, борщ это чисто для огнеметчиков. Еда для огнеметчиков. Ладно. Так, все, проснулись. Проснулись и пошли дальше. Так, спит, проснулся. Кушать он хочет. Кусать. Дракоша хочет кушать. Засушливо. Ну а что делать? Давай кормить. Все, он уже встал. А, нет, это не то. Пардон, пардон, я ошиблась. Нам нужен требушет. И еда. Вот, а мы давай-ка вернемся в деревню. Вернемся к этим. Вот, сейчас одно сделаю еще. Вот. И все, хорош, хорош, хорош. Парачки достаточно, я думаю. Ладно. Мастерская. Скоро закончится жара, это я себя утешаю. О, у нас пришли разведчики. Стой, 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 игра, стой. Так. Это которые были рядом, да? Давай вот этих отправим. Так, принесли эти песка, те принесли железные руды из соседнего вот этого, да? Теперь давай отправим сюда, они вообще очень быстро придут. Давай сюда еще отправим. Вот, а потом пошлем за песком. Собственно говоря, можно и сейчас послать, сейчас с водой вернутся люди. Надо выключить. Вот, не, сюда не буду посылать. Если было совсем некуда посылать людей, я бы их послала. Так, 2039 воды принесли. Я бы их послала за знаниями. Но пока есть чем заняться, надо добывать ресурсы. Дорога впереди долгая, и там опять аномальная жара, а здесь горячий песок. Поэтому, умба, готовься. Мы скоро с тобой, дружочек, побежим. Мы с тобой побежим. Так, как бы там ни было, свекла потихонечку заканчивается. Свекла заканчивается. Скоро борщ будет недоступен. Так, здесь мы делаем мамалыгу. Здесь мы тоже делаем мамалыгу. Здесь мы делаем помидоры. Здесь мы делаем... Здесь мы делаем борщ. Вот с борщом, наверное, пора заканчивать. Я так думаю, да? Свекольник. И переходить, наверное, тоже на мюсли. Либо на мамалыгу. Ладно, ладно, давай, доделай свекольник уже. Потому что мюсли много, смотри, их 400. Давай, наверное, попробуем перейти на мамалыгу. Как-то плохо. Плохо она идет. Так, что у нас? У нас кто-то пришел. Ой, жара заканчивается, я надеюсь, или нет. Да, пришли разведчики. Итак, за песком мы уже пошли, да? Они принесли руды, они принесли камни. Это вот из соседних. Пойдем туда. Камень у нас прирастает потихоньку. Песок. Пошли туда. Это что? Карьер. Ну, ладно, слишком далеко. Я надеюсь, что нам камня хватит. Я так надеюсь. Но если что, то еще сюда отправим. Ну вот, все. Значит, песок здесь, песок здесь. Пока я песка не вижу. Как далеко мы дойдем по этим горящим и раскаленным камням, я не знаю, где там у нас следующий пункт поворота и куда он приведет. Может быть и так, что сейчас мы, когда дойдем, до следующего поворота у нас будет и здесь пустыня, и там пустыня. И тогда это, конечно, будет опа полная, потому как еще одного участка мы не вынесем. Сейчас еще так, еще более-менее. Вот только-только закончится, смотри, только закончится, нам останется, не успеет культуру вырасти, у нас следующий участок. Потом следующий участок. То есть, считайте, здесь у нас, ну, дай бог, чтобы нам хватило вот этого запаса нашей еды. А так все. А так все. Кукуруза растет, как известно, очень медленно. Хорошо тут только кактусом. Ну и тут, как видите, да. Вот, только-только прошла засуха. Только-только сейчас здесь что-то начнет расти, не успеет пшеница вырасти. Вот хоть ты тут, как говорится, тресни. Так, здесь есть у нас еда? Нет, видите, в ларьки не попадает, попадает какая-то немножко мамалыги. Сюда еду не доносит. Сам продавец, что сюда приносит, то, наверное, и съедает. Как у нас обстоят дела с ларьком здесь? Не лучше, да. Здесь есть два хлебушка, которые он приносит из ближайшей пекарни. И я вам так скажу, что, наверное, особого смысла в этих ларьках нет. Есть только, когда еды, ну, прям, все завалено. Все закрома, как говорится, завалены едой, и тогда только она доходит до этих вот дальних ларьков. Ну, ой, слушай, помидора начала расти. Давай, скорее, собирай, пока все не высохло. Собираю помидоры. Да, смотри-ка, с навозом, с навозом, друзья, смотрите, как хорошо все растет. Но этого навоза очень сильно не хватает. Может быть, мне сейчас кукурузу добавить с навоза, а? Кукурузу все, кукурузу съели. Так, собирай камень. Вот. Ну, они сюда будут носить навоз. Я вам скажу, они будут носить его три года и ждать, пока принесут. И так далее. Поэтому я не буду сюда навоз добавлять. А вообще, по большому счету, я уже поняла, что фермы надо строить ближе к хвосту омба. То есть, здесь мы добываем навоз, здесь мы его в компост переделываем. И здесь же, но здесь была ферма не поставить вот на такой коричневой земли. И здесь же, собственно говоря, и надо делать вот эти вот фермы поближе ко всему вот этому производству. сюда же воду, ну, а дальше уже куда-то развиваться, все остальное делать сюда. Кстати, хочу сказать, что вот это вот место, места вот такие, где зелень, где не зелень, они рандомные. Каждый омба имеет свое, свои пятна на спине. Я почему знаю, потому что я, когда начинала игру, чисто чтобы посмотреть графику и так далее, выстроить. вот у меня он был совершенно другой. где мы, что мы? Обжигающий песок, да? Обжигающий песок. Слушай, омба, слабительная и бежать к телу. Подожди, дайте мне деревню или не надо бежать? Мне, надо бежать. Давай мы его попросим бежать, потому что, дружок, ты сам видишь, что творится. Беги. Эшбар, по такой жаре и бежать, а что делать, омба? А что делать, по такой жаре только и бежать? Ведь на самом деле мы бы, может быть, и пережили эту жару, да? Но у него, смотрите, если он долго будет по ней идти, это забавно. Мне его так жалко, на самом деле. Представляете, такой туши бежать? Он только чуть-чуть быстрее двигается, чем обычно. Но для него это очень тяжело. У него столько лап. Он сам такой тяжелый, и все, ну прям, причем 3, 9 ударов в минуту, 4 удара в минуту. Нам бы его не загнать, нам бы его не загнать. Учащается, да, удары сердца учащаются. 4,2 удара в минуту для Омбы, это очень много, черт. Смотрим карту. Скоро мы пройдем. Сейчас, сейчас пройдем. Держись, Омба, держись, 4,3 удара в минуту. Беги. Бедный, бедный, он виляет хвостом, он бежит со всех своих шести лап. лап. Омба, все, иди. 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 Все хорошо. Все хорошо, дружочек, все. Все, давайте поедем. Он так посмотрел, мне кажется, сука, риск на нас. Давай мы его пойдем погладим, погладим, погладим его, погладим немножко. Я не знаю, насколько происходит хилка от глажения. мне кажется, нет, но наш бедняжка это заслужил. Да, мы прошли участок раскаленного песка, потом мы его еще полечим, естественно. Сейчас мы пока его просто погладим. Так, ребята, не запутайтесь в рогах. Спасибо. Не, ну я же не специально тебя гоняю, просто так, чтобы ты побежал. Все в порядке? Больше не обижаешься? Ну, очевидно, это просто идет, как говорится, возобновление наших с ним отношений. Кормление, ветеринар, команда горным. А, я тут не видела, что можно тут, оказывается, у нас переключаться. Вот оно как. Это удобненько. Давай-ка мы сделаем тогда восстановление здоровья. Давай. Вот еще раз слетаем. Пока далеко не ушли. Похоже, все хорошо, но пришли наши разведчики. Поэтому, пардон, мы отвлечемся. После долгого пути разведчики замещают грязное пятно в пустыне. Отважный разведчик хочет на него посмотреть. В считанную секунду он увязает по колено в зубучих песках. Так, мы должны помочь как можно скорее. Слишком опасно отправить разведчиков искать что-то, что поможет вытащить друга. Нет, давай поможем. А то, где мы там в пустыне найдем? Рабочий умер. Все-таки люди пытаются спасти своего друга, но это небезопасно. Прощай. Ну, что же это такое? Ну, что же это такое? Еще за песок теперь у нас рабочие погибают. Блин, компот. Ну, все, у нас теперь да, есть один безработный, очевидно, он придет сюда. Грибы не собираем. Бедные наши разведчики. Ох, вот так вот непростая эта забота. Принесли песка. Колено погибает. Как жалко, как печально. Я не знала, что такое возможно. И поэтому мы отправим еще раз в песке рабочих. Да, слушай, прям, прям, как-то я в шоке, честно говоря, в легком. Не, не, не думала я, что, когда отправляешь, ну да, там было, что они могут заболеть, там, оголодать, там еще что-то. Ну, чтобы погибнуть, получить ранение, там, камень на голову упал. Ну, так, слушайте, у нас, чем дальше, тем, чем дальше в лес, тем страшнее сказки. так, пока все нормально. Но скоро наш зверюга, он же бежал, да? Он бежал, он захочет спать. Рыжок, только не здесь, только не на, не на вот этом вот раскаленном песке. Ну, нет, я думаю, что он пройдет. Думаю, что он пройдет. Так, опять кто-то пришел? А, эти со знаниями пришли, да? Орешек, знаний, тверд. Так, за водой мы пошли, за песком мы пошли. Не знаю, понадобится ли нам еще руда. Давай отправим. Да, люди, смотри, тут были люди, но мы прошли мимо них. Они мимо нас. Там еще есть люди, которые, а, они просто по пути. Ну, вот и смотри, вот она развилка, да? Пойдем мы в эту отравленную зону. Я думаю, что да. Дюна. И вода. Я думаю, что да. Давай-ка, я отожму скорость. Я думаю, что мы пойдем сюда. потому что этот эффект жары будет действовать долго. Еще вон люди есть, мы подберем. И здесь, вот в этой вот влажной зоне, я так очень надеюсь, что он будет как-то суммироваться, что ли. Это значит, что, в принципе, с кактусами можно заканчивать потихонечку. Придет разведка отправить их туда и омба, только, пожалуйста, не засни. Это сейчас наша самая главная задача. Да-да, вот опять жара, вот опять не успела вырасти пшеница, опять все очень плохо. и опять не растут помидоры, но есть какие собрать. Смотри, помидоров мы успели набрать довольно много. Слушай, а может быть мы переключим какие-то мюсли? Сколько у нас в кухне работает на мюсли? Так, это мюсли, это помидоры, омалыга, омалыга, бульно много на мамалыгу-то. Так, помидор, мюсли. Сейчас доделаем мамалыгу, переключимся на помидоры. Ну, давай, 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 куда? Где все? 97% почему не сделали? Так, железную руду принесли. Давай, доделывает эту несчастную мамалыгу, тебе осталось 3% и он все понятно, все, хорош. Давай-ка на помидоры. разведчики, разведчики, разведчики. Я хотела туда отправить одних, другие пойдут сюда, потому что мы свернем. Все, песка должно будет хватить. песка должно будет хватить. Ко мне мы здесь наберем и так знания мы тоже получим. Все, ладно, давай тогда посмотрим, сколько нам осталось открытия чудных. День, 23 часа. Держись, Омба, нам осталось совсем чуть-чуть. хотя я не знаю чем закончится, когда если мы все построим, закончится ли это путешествие. Возможно, что оно бесконечное. Так, поэтому давай-ка сейчас спокойненько пока туда-сюда. Я посмотрю, что еще мы можем построить. и так памятник выжившим 25 стекла. у нас есть. В принципе, я могу спокойно начинать строить все остальное. Например, глубокий карьер. тут подойдут эти самые грибы пойдут под раздачу. давай строить глубокий карьер. Вот. Так, теперь что у нас еще есть из того, что можно построить? Так. Насос для кормления омбу. А куда? А, вот он строится только сюда. Поэтому, ребятки, только сюда. Ну, значит, так. И проведем сразу вот так дорожку. А то они тут бегают как-то кругом. Да, так. Хм. будет такой смешной кусочек. Окей, что мы еще изучили? Так, памятник, значит, здесь мы в принципе знаем все постройки. Здесь мы знаем все постройки. Еда. Мы знаем все постройки. Сырье, лесопилка, карьер, глубокий карьер. вот мы тут сейчас строим. Экстрактор желчи мы построили. Кровавый колодец тоже. Теперь, у нас еще есть лаборатория. 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 Поэтому вот почему здесь место оставила, потому что я думала оставить сюда лабораторию. Вот. Вот. Поехали строить. Посмотрим, чем все это обернется. Главное мне не упустить, чтобы никто не начал работать в том же карьере и добывать из бедного омба. какие-то ресурсы. Вот про что я хочу сама себе напомнить. Температура временно повышается. Отряд разведчиков принес нам руду. Это было последнее их сообщение. А одного человека мы потеряли. Сколько у нас? У нас один безработный остался. Это как говорится резервный безработный. Тем не менее у нас с водой опять отличается от всего виденного вода. Черная почти непрозрачная. Но разведчики умирают от жажды и не могут не сделать глоток. Не надо делать глоток. Не надо пить. Лучше не пить. Возьмем с собой немного, чтобы проанализировать. вот выбираем биогаза. Темная субстанция в воде оказалась легко воспламеняющейся. Сейчас бы попили. Козленочкам бы стали. нашли биогаз. Мне вообще-то вода была. Нужно биогаз. Что делать? Биогаз так биогаз. Так это мы собираем. Это мы собираем. Давай сюда. отправляемся. Вот так вот. Сейчас с этих песков придет. Впереди перекресток. Похоже, Омба сомневается. Давай Коумба, мы пойдем с тобой. Места неприятные, но там хоть как-то немножко попрохладнее. Я надеюсь, что нам как-то хватит всего вот этого вот, чтобы там выжить, чтобы дойти куда-то. не знаю. Вообще бы, я бы лучше всего бы насос для кормления построена. Подожди, подожди, подожди. Стоп, 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 пауза, пока не началось какое-нибудь там кормление. Где насос? Вот он насос. Ох, елки с палками. Ага, и сюда у нас жидкое топливо приносит. кормить жидким не, подожди, мы его пока закроем. Давайте-ка мы с вами почитаем про этот жидкий насос для омба. Я так понимаю, что ничего хорошего он не дает. Позволяет кормить омба жидкой едой, которая восстанавливает больше сил. Для строительства нужно пробурить скважину в спине омбу. Это может подорвать доверие к тебе. мы уже пробурили скважину, но мы не будем эту скважину пользоваться. Вроде бы как бы мы не причинили ему вреда, судя по всему. Мы его и так покормим. Зачем нам его кормить принудительно? Тем не менее мы это строим только для того, чтобы посмотреть как это и что это. И как видите в определенных местах только. опять же если бы я застроила эти места раньше, а я почти их застроила, у меня бы уже не осталось места, где это делать. Так, что вот так вот. Подожди, давай-ка посмотрим на карту. Пришли еще одни разведчики. Их я отправляю за песком сюда. Вот. вот посматриваем на все эти изобретения, на все эти новостроения внимательно. Да, оно и видно. Вот видите, мы пробурили омба. Это сразу его кровь, очевидно. У него такая зелененькая кровь. Вот видите, у нас тут есть ведерочка. так что в принципе пока мы обходились так закройся глубокий карьер. Нет, более того сюда два человека нужно. Ага, вот он как выглядит. Смотрите какая там шахта внутри этого карьера. сейчас-ка я всем вам кричу, чтобы виднее было, да. Огромнейшая шахта, которая ведет внутрь, прямо в глубины омба. Где-то там из его почек мы будем добывать камни. Какой ужас, какой кошмар. Нет, мы не будем этим заниматься. Так, жара, да, мы опять вошли в жару. Нет, мы не вошли, мы из нее и не вышли. Вернее, вышли-то мы давно, но, но, увы. Так, разведка, разведка, разведка. Теоретически, если не будет опять никаких сюрпризов, они должны принести песок. Здесь и здесь и все, и нам в принципе хватит. Должно будет хватить этого самого песка уже надолго. Он бы хочет спать, и лучше бы это он сделал здесь. Так, на нуле, если приляжет, тоже будет на нуле. А там у нас что? По-моему, там лес, где можно поспать. но он туда не дотянет. Он туда не дотянет, поэтому сейчас он еще немножечко пройдет, и мы его попросим прилечь, его попросим прилечь поспать где-нибудь здесь, перед гиблым местом. Заодно разберемся. ягоды там вы забираете, ребятки? Вы ишь, разбрасываются. кто сейчас это было такое? Дожди-ка. Все нормально. Разведчики разведывают. А, и так, смотрите-ка, лаборатория. Вот это да, вот это красота. это круто. А что мы делаем в нашей лаборатории? Дай-ка я нажму всем, пусть пока будет на паузе. Так, лаборатория используется для создания сложных лекарственных веществ. Дай-ка мы тебя закроем пока что и посмотрим. Ага, из крови омба можно делать воду. Можно делать обезболивающее. А зачем же? То есть добывать из него кровь и делать обезболивающее. Доза обезболивающих, которую можно ввести омба с помощью инъектора, который мы сейчас изучаем. Кстати, по-моему, уже изучили. Вот, что было за экранчик. Исцеляет и дает временное сопротивление потере здоровья. Какие-то странные меры. Сначала набреди, чтобы потом вылечить. Транквилизатор. Доза транквилизатора, которую можно внести омба с помощью инъектора, замедляет сердцебиение. Но, наверное, если он очень долго гнать его, чтобы он бежал, а потом делать ему вот этот укол. усилитель энергии. Доза усилителя энергии, которую можно ввести омба с помощью инъектора, ускоряет сердцебиение, дает небольшое количество энергии и останавливает потерю энергии на короткое время. Топинг, короче, такой. Из чего? Из желчи делается, да? Так, это делается из биогаза и обезболивающей крови. Я вам скажу, не-не-не. Понятно, что это может быть где-нибудь надо будет. Может быть, омба надо будет действительно где-то долго от кого-то бежать. смотрите, какой-нибудь флюгель тоже в виде омба сделан. Но нет, ребятки, все хорошо, все эти ваши штуки хороши. Мы пока что справляемся и так, поэтому мы топаем дальше. У нас остался стоп-стоп-стоп-стоп. Мы изучили с вами где он тут был? Инъектор. Вот, инъектор, стекло, железо, каменная плита. Так, а куда ж тебя ставить? Ну-ка, подожди. Сюда. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Вот, пожалуйста, это те самые вещи, о которых я говорила. То есть там, где стоит колодец с черной кровью, туда же мы можем поставить и вот это вот. Но, с другой стороны, так, ягоды, так и так. Теоретически мы можем его воткнуть. Плохо это, конечно. Плохо это? Тут нас ягоды собираются. тут кактусы растятся. Так, давай посмотрим, докуда. Так, вот эти два куста ты прихватываешь, а тут ты прихватываешь, ну, ладно, эти три куста, ладно, а вот это, вот это ты прихватываешь. Хорошо, значит, если ставить инъектор, то можно теоретически его поставить. Вот так, наверное, да? но ягод у нас на самом деле много, у нас много этих ягодных штук. Давай поставим так, вот, и посмотрим. Это, в принципе, будет последняя постройка, и нам остается только памятник. На него нужно 25 стекла. Надеюсь, что хватит. Давай посмотрим. Хотели попросить он бы поспать. Я думаю, что давай-ка сейчас мы так сделаем. Да? Он бы, дружочек, давай-то поспишь. Итак, он бы подчиняется команде. Вот. А наше исследование, если мы откроем, то вот и смотрите, все у нас изучено. И слабительное, и крепящее, и все инъекторы. Из ресурсов тоже все изучено. У нас еще шесть знаний, кстати, поэтому я не отправляю никуда наших разведчиков по поводу знаний. И по поводу деревни все, все, друзья, программа выполнена. Нам осталось, нам осталось выспаться на нуле, если ляжет, тоже на нуле, пережить засуху и построить памятник. Вот. Пока что строим здесь инъектор. То есть, инъектор это та самая штука, которая позволяет да, 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 дружочек, колоть то, что мы изучаем здесь, в этой лаборатории. ну что, я вам хочу сказать, это, конечно, круто, это весело, наверное, будет. Но мы этим явно заниматься не будем, ну, по крайней мере, не в этом варианте. Так, что, почему, подожди, почему у меня опять тут чего-то не хватает? Не хватает, вот, все, пожалуйста, смотрите, все, мука закончилась. Нам пора выходить, да, больше мы бы не вынесли засушливости, все, закончилась мука, ее был большой запас, соответственно, пшеница тоже, все, пекарно не работает. Так, мамалыга. Ну, что у нас не так с мамалыгой, или у нас слишком много кухни готовит мамалыгу? А эта кухня у нас сделает помидоры, да, помидоры тоже закончились, и здесь закончились помидоры, давай перейдешь на свеклу. да, ты перейдешь на свеклу. помидоров и дома особо много там не будет у нас. Так, ты мамалыга. А ты, давай, тоже на мюсли переходи. ягод, сколько у нас? Можно попробовать сделать черный пудинг. Как вам? Давайте попробуем, только попробуем. у нас есть одно ведро крови, вот они, кстати, сейчас, наверное, понесут его, да? Для этого надо включить черный колодец, открыть и добыть еще немножко крови. Мы потом его подлечим, становим баспид, может быть, он немножко подлечится сам. человек у нас для этого есть, для этого черного дела у нас есть человек. Но мы будем держать, как говорится, в прямом и приносном смысле руку на пульсе. Уомба сейчас очень медленно бьется сердце, когда он спит. 1,8. Вот. И мы немножечко с него возьмем кружки. Только в качестве эксперимента, да? вот. А заодно будем сюда посмотреть. подожди, там пришли разведчики с песком. Очень хорошо. Здесь, здесь они добыли. Давай отправим сюда. потом здесь еще поспим. Я думаю, что за этот участок пути. Вот. Но можно будет, кстати, его и разбудить, если что. Но я хочу дождаться всего этого, построить то, что мы строим. Так, все, хорош, наверное, да? Я думаю, что хорош. Чуть-чуть моему испортили. Так, да. Сейчас ему сюда еще кровь принесут. Я так думаю, вот, видишь, он принес ведро и пошел процесс приготовления черного пудинга. Тут как-то остановился. Мне очень интересно, как он выглядит, этот черный пудинг. Так, мы построили инъектор. Стоп, подожди, я не хочу пропустить момента пудинга. Ну, я не хочу, чтобы инъектор тут что-нибудь синий. Какое жуткое здание. Какие-то кости торчат. О, все эти здания, которые делают вред омба, они прям даже и нарисованы такими жуткими и ужасными. Не-не-нет, все, закройся, ничего мы не будем делать. А если, подожди, откройся, то требуется комплект рабочих. Не-не-не-нет, никакого комплекта. Где там наша кухня с черным пудингом? Там опять пришли разведчики. Давай досмотрим. Смотри, куда девается мамалыга? Да, они приготовили. Приготовили? А где? Где? Я не понял, а где сам черный пудинг-то? Вы же вроде готовили, готовили. Где он? А вот пять, пять лежит тут внутри. Вот он, вот он, видите, только что спрятался. Вот он, черный пудинг. Они сами все повара его и съели. Кто не успел, опоздал. Так, но тем не менее нашум бы подлечился, давайте посмотрим. В поисках защиты от солнца разведчики прячутся под обрывом, там они встречают племя, танцующие в ритуальный танец. У нас нету воды, чтобы им дать. О, танцы! Давай присоединимся. Что мы еще можем делать? Так, разведчики присоединяются к танцу, все счастливы, через некоторое время слышится раскат грома, начинается дождь. Ура! Мы вместо песка принесли воду. Замечательно. Я очень рада. Я не за этим вас посылала посылала за песком. Они делали из песка сделали воду. Эти разведчики. Давай иди сюда одни. Пришли другие. Счастье увеличено на три дня. Все принесли песок. Смотри-ка. Не знаю, что принесут эти. Давайте отправим вот этих сюда. Вот и вернемся к нашему спящему омба. И так танцуют все. Вот она высокая эффективность. Народ потому что рад. Я не знаю, что нам даст высокая эффективность, потому что у нас сплошная засуха. Сплошная, черт возьми, засуха. и она еще 13 часов будет длиться. Растенец тут все повысохли. Камешек соберите. Соберите камушек. Итак, теоретически, кроме памятника первопроходцам, или как он там назывался, у нас с вами все построено. У нас с вами все сделано, все построено. народ более-менее счастлив, скажем так, более-менее. Рабочей силы нам в принципе хватает. И давайте посмотрим. Наверное, ничего не мешает нам действительно взяться и построить памятник выжившим. Он елки с палками огромный. Где мы его можем построить? Здесь. А почему нет? Давайте здесь его и построим. вот. А дорожечку мы сделаем еще и вокруг него, да? Грунтовую. Ну, я думаю, что это будет не быстро. Сюда все-таки материалов нам нужно очень много. Но, судя по всему, что ресурсов нам хватает? Ресурсов нам хватает. Омба спит, Омба хочет кушать. Сделали черный пудинг. Давай-ка, приходи на мюсли или там на что. Так, здесь мамалыга, которая тоже не растет из-за жары. Но немножко растет. Так, здесь у нас что, помидоров, которых нет? Свекла, которая закончилась. Единственное, мюсли мы пока что еще делаем. Да, черный пудинг закончился. Ребятки, хорошенького понемножку. колодец мы закрыли. Вот, ни камни, ни желчь мы добывать не будем. Мы строим памятник и лаборатория тоже. У нас пока что не работает. Я так понимаю, что пришли опять разведчики, как вы быстренько сгоняли туда-сюда. Что принесли? Они принесли песок, они принесли песок, песка принесли много. Давайте мы отправимся еще за водичкой. Так, мы были здесь и куда поближе отправимся за камнями. Камень мы, да, израсходовали. Но плитка осталась в принципе и поэтому что я думаю, что нам хватит. Так, Омба спит. Пускай, наверное, спит. Пускай спит. Жара сейчас пропадет и мы успеем подготовиться как раз к следующему этапу. А именно сейчас тут као-актусы начнут расти. все уже. Уже все. Час остался это. Минутка нашего времени. И все опять будет хорошо. В принципе, даже в пустыне не так плохо. Вот эти кактусы дают в принципе хороший прирост воды. Те же самые помидоры растут. Видите, опять все начало расти. Так что да, воды мало. Нет воды вообще. Вообще нету воды. Вот. Но тем не менее как бы да, 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 можно жить, если бы не вот эти вот знойные участки, которые на три дня. И когда они подряд, то все. Вот мы имеем то, что имеем. Собственно говоря, вот так вот. ну попробуем сейчас не знаю как-то справиться. Может быть принести немножко водички, а вообще по-хорошему надо наверное все-таки будить Омба. Спросить его идти дальше. Ну или дождаться когда тут у нас закончится стройка. Большая стройка. Долго-долго вы тут будете строить стекло все, железо все. да, каменные плиты да, всего должно в принципе хватить. И 40 досок уж всякого у нас есть. Нарут носит довольно бойко. так, что у нас разведчики наши? Думаю, что сейчас камешек нам пополнится. Надеюсь, что водичка опять там будет. Они черт знает что вместо воды. Давай сюда еще. Так, эти принесли камень, да? песка больше нигде нету. Ну, и песка наверное хватит. Будет у нас там немножко стекла. Если какой-то домик дополнительный надо построить, то я думаю, что достаточно. Так, эти принесли у нас воду. Все-таки принесли воду. Молодцы. А не какой-нибудь там биогаз, который никому не нужен. Так, куда вас поближе отправить? Давай сюда. Вообще они сейчас моментально вернутся. да, видите, как жик, и все. Будет у нас еще одно знание. Так, уже разведали, уже разведали, еще одни пришли. А, с хлебом, они оттуда из деревни хлебушек принесли. Так, что еще? Водичку здесь достаем, здесь достаем. у нас нигде водички не виднеется какой-нибудь оазис. это? Лес. Нет. Лес мне не нужен. Там мы все забирали песок, здесь ничего нету. Тогда ладно, пошли наверное еще за каким-нибудь знанием не нужно. Давай сюда. За камнем одни и вторые давай тоже за камнем. Вот, как-то так. Что у нас со стройкой происходит? О, 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 сейчас построится, ну, да, у нас же еще настроение. Ура! Так держать. Ой, я же взвизгнула. Надеюсь, своим примером мы покажем будущим поколениям, что никогда нельзя сдаваться. Нужно двигаться вперед, даже если беды кажутся непреодолимыми. А еще я надеюсь, что наш пример будет напоминать людям о ценности взаимовыручки. Без нее у нас не было бы и шанса. Я так понимаю, что это конец игры, друзья. Музычка такая забавная. Что ж, думаю, теперь я наконец смогу уйти на покой. Тебе удалось преодолеть множество препятствий. Неважно, с чем мы еще столкнемся, я уверен, ты сможешь смело вести нас к процветанию. Для меня была честью странствовать Бог обок с тобой. Надеюсь, вскоре нас ждет новое путешествие далеко за пределами раннего доступа The Wandering Village. За пределами раннего доступа. Так, спасибо за игру в The Wandering Village в раннем доступе. Взгляни на наш план развития и узнаешь, что появится в игре в ближайшем будущем. Не забудь присоединиться к нашему каналу Discord и делись своими мнениями, чтобы мы могли улучшить The Wandering Village вместе. Какой я сейчас выключила эту самую мышку то. плана развития это я могу только продолжить очевидно. Ну, какой бы там ни был план развития, какой замечательный памятник это Омбу и человечек его обнимающий. Человечек тут явно очень большой, он прям слишком большой, прям гигантский гигантский. Интересно, интересно, ну, это значит, что как бы пока ничего нового. Ничего нового нас дальше друзья не ждет. Ждет, ждут испытания, ждет дорога, ждут пути. Я не знаю, продолжать, наверное, смысла нет, потому как, как я и говорю, если это ранний доступ, то играющий, я надеюсь, будет развиваться и мы увидим какие-то дополнения. Другое дело, что елки, я бы перестроила вообще всю свою деревню, но как мы ее перестроим, сейчас ее перестраивать это не очень такое себе решение все это перестраивать. Вот. Но пока все более-менее функционирует, правда у нас как, уже съели весь борщ? Как так вы съели весь борщ? Вот сено, вот тебе и пожалуйста, нам срочно нужно в это место, куда мы сейчас идем. Мы правильно туда идем, пока что еще, видите, у нас все хорошо, 372, но уже падает, качество еды еще, да, но сейчас упадет, потому что свекольника уже нету, борща нету, вот, Омба, пора просыпаться, я так думаю, что сейчас оно-то и сделает, и мы с вами двинемся дальше, ибо этот путь бесконечный. Ракоша, ты просыпаешься? Не могу на него так посмотреть, но, по-моему, сейчас он проснется. Вот и все. С добрым утречком мы поставили памятник. Ой, 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 ой. Ну что ж, продолжаем наше путешествие, друзья, а с вами я попрощаюсь, потому что это, скорее всего, будет, и, скорее всего, это будет уже последняя серия по The Wandering Village. Как говорится, да, история не имеет конца, но посмотрим, как она будет продолжаться, потому что у людей есть план, и я надеюсь, что их план будет хорош, и нам будет интересно посмотреть на то, что новенького появится в этой игре. Ну, а всем, кто смотрел это прохождение и поддерживал меня, огромное спасибо вам всем, друзья, всего вам хорошего и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok